Здравствуйте! Предположим, что это равносторонний треугольник. И я хочу создать другую фигуру из этого равностороннего треугольника. И сделать это я хочу путем разделения каждой стороны треугольника на три равные части. Может, этот равносторонний треугольник нарисован не идеально? Думаю, вы меня поймете. И в каждой средней части я хочу построить еще по одному равностороннему треугольнику. Итак, в средней части вот здесь я построю еще один равносторонний треугольник. Вот здесь тоже. И вот здесь еще один равносторонний треугольник. И вот из равностороннего треугольника получилось что-то вроде звезды Давида. И я хочу опять так сделать. Т.е. каждую сторону я разделю на 3 равные части, и в каждой средней части нарисую еще по одному равностороннему треугольнику. Равносторонний треугольник в каждой средней части. И так я сделаю для каждой стороны. Вот здесь нарисую, и вот здесь. Думаю, вам идея понятна. Вот здесь, здесь, и здесь, и вот здесь тоже, здесь. Я уже почти закончила. Вот так вот и здесь. Вот так теперь будет выглядеть фигура. Я снова могу так сделать. Еще раз каждый отрезок разделить на 3 равные части и в каждой средней части дорисовать по одному равностороннему треугольнику. Здесь, 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 и так далее. Думаю, вы понимаете, к чему все идет. Я могла бы так делать бесконечно. На этом уроке я хочу подумать над тем, что произойдет с этой фигурой. То, что я сейчас рисую, т.е. если мы будем продолжать так делать бесконечно, при каждом шаге каждую сторону фигуры будем делить на 3 равные части, а затем с каждой средней части дорисовать по одному равностороннему треугольнику. Эта фигура, представленная здесь, называется снежинкой Коха. Снежинка Коха. Впервые она была описана вот этим господином, шведским математиком, которого звали Нильс Фабиан Хельге фон Кох. И эта снежинка – один из самых ранних примеров фракталов. Т.е. это фрактал. Почему она считается фракталом? Потому что она выглядит очень похожей на саму себя при любом масштабе, в котором вы ее рассматриваете. Например, если вы рассматриваете ее в таком масштабе, то вот в этой части вы видите кучу треугольников. Но если увеличить, например, вот эту часть, то вы все равно увидите что-то вроде вот такой фигуры. И если снова увеличите, то увидите все ту же фигуру. Т.е. фрактал – это фигура, составленная из нескольких частей, которые при любом масштабе выглядят подобным своей фигуре целиком. А что особенно интересно, и почему я внесла этот урок в плейлист по геометрии, то, что периметр этой фигуры равен бесконечности. Т.е. если строить такую фигуру, как снежинка Коха, то придется бесконечное количество раз каждому такому маленькому треугольнику дорисовать еще по одному маленькому равностороннему треугольнику. И чтобы показать, что периметр такой фигуры равен бесконечности, давайте здесь рассмотрим одну из ее сторон. Вот одна из ее сторон. Если бы мы начали с исходного треугольника, то вот где находилась бы эта сторона. И предположим, ее длина равна S. Если разделить эту сторону на 3 равных части, то длина этой части будет равна S делить на 3. Длина этой тоже S на 3. Вообще-то нет, давайте лучше снизу напишу S делить на 3, S на 3, S на 3. Затем к средней части дорисовываем равносторонний треугольник. Вот так. То есть длина каждой стороны теперь равна S делить на 3. А длина всей вот этой новой части, нельзя ее теперь назвать просто линией, потому что на ней теперь есть треугольник, длина вот этой вот части, этой стороны, теперь равна не S, а S делить на 3 умножить на 4. Прежде длина была равна S делить на 3 умножить на 3, но теперь у нас 1, 2, 3, 4 отрезка длиной S делить на 3. Теперь, после того, как на исходную сторону мы добавили один треугольник, то длина нашей новой стороны будет равна 4 умножить на S деленное на 3. То есть 4 третьих умножить на S. Итак, если исходный периметр, то есть если бы здесь был только один треугольник, равен P0, то после добавления одного набора треугольников периметр P1 будет равен 4 третьих умножить на исходный периметр, потому что длина каждой из сторон фигуры будет равна теперь в 4 третьих раза больше, чем изначально. То есть исходный периметр P0 состоял из трех сторон, потом каждая из сторон стала иметь длину в 4 третьих раза больше, значит, новый периметр P1 будет равен 4 третьих умножить на P0. А после добавления второго набора треугольников периметр P2 будет равен 4 третьих умножить на P1. То есть после каждого добавления новых треугольников периметр фигуры становится в 4 третьих раза больше предыдущего периметра. И если бесконечное количество раз добавлять новые треугольники, то получается, что при подсчете периметра вы умножаете какое-то число на 4 третьих бесконечное количество раз. Следовательно, получится бесконечное значение периметра. Значит, периметр с индексом бесконечность, периметр фигуры, если добавлять к ней треугольники, бесконечное количество раз равен бесконечности. Интересно, конечно, представить себе фигуру, имеющую бесконечный периметр. Но интереснее то, что у этой фигуры на самом деле конечная площадь. Говоря «конечная площадь», я подразумеваю ограниченный объем пространства. Я могу нарисовать вокруг какую-то фигуру, и эта снежинка Коха никогда не выйдет за ее границы. И если подумать… Я не буду приводить формальное доказательство, просто подумаем, что происходит на любой из сторон фигуры. Итак, в первый раз при первом шаге разделения появляется вот этот треугольник. При втором шаге появляются вот эти два треугольника, а также вот эти два. А затем появляются треугольники здесь, 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 здесь и т.д. Но заметьте, вы можете продолжать добавлять все больше и больше треугольников, по сути, бесконечное их количество, но вы никогда не выйдете за пределы вот этой точки. То же самое ограничение будет соблюдаться и для этой стороны, также для этой стороны, и для этой, для этой, а также и для этой. Т.е. даже если вы добавляете в треугольники бесконечное количество раз, площадь этой фигуры, этой снежинки Коха, никогда не будет больше площади вот этого ограничивающего его шестиугольника. Ну, или больше площади вот этой фигуры. Я рисую произвольную фигуру, выходящую за пределы шестиугольника. Можно было бы нарисовать круг, выходящий за его пределы. Итак, вот эта фигура, нарисованная синим, или этот шестиугольник, нарисованный лиловым, конечно, имеют определенную площадь. И площадь этой снежинки Коха всегда будет ограничена, даже если добавлять к ней треугольники бесконечное количество раз. Итак, здесь есть много интересных вещей. Первое – то, что это фрактал. Можно увеличивать его в размерах, и при этом мы увидим все ту же фигуру. Второе – это бесконечный периметр. И третье – конечная площадь. Теперь вы, возможно, скажете, «Ну, это же слишком абстрактные вещи, в реальном мире таких не существует». Но есть такой забавный эксперимент с фракталом, о котором говорят люди. Это вычисление периметра Англии. Собственно, такое можно сделать для любой страны. Очертания Англии выглядят как-то вот так. Итак, первый способ, с помощью которого вы могли бы приблизительно найти периметр, это измерить вот это расстояние, плюс вот это расстояние, плюс это, это, плюс это и плюс вот это. Тогда вы можете подумать, «Ну, эта фигура имеет конечный периметр». Да, понятное дело, что и площадь ее конечна. Но все-таки видно, что это не лучший способ вычисления периметра. Можно применить способы получше. Вместо этого приблизительного вычисления можно ввести границу меньшими линиями. И так будет более точно. Тогда вы подумаете, «Хорошо, это намного лучшее приближение». Но, предположим, если увеличить эту фигуру, если хорошо ее увеличить, то граница будет выглядеть как-то вот так. На ней будут вот такие вот изгибы. И, по сути, когда вы здесь вычисляли периметр, то вы просто посчитали ее высоту. Вот так. Конечно же, это не будет периметром. И нужно будет разделить границу на много частей. Приблизительно вот так, чтобы получить точный периметр. Но и в этом случае можно сказать, что это не совсем точное вычисление периметра, так как если увеличить вот эту часть линии, то окажется, что в увеличенном варианте она выглядит по-другому. Например, вот так. Соответственно, и линии разбиения будут выглядеть по-другому. Вот так. Тогда вы скажете, «Нет, надо поточнее». И еще больше будете разделять эту линию на части. И так можно делать бесконечно, с точностью до миллиметра. Реальная граница какого-либо острова или континента, или еще чего-нибудь, на самом деле является фракталом, то есть фигурой с бесконечным периметром, при вычислении которого можно достичь, так сказать, атомарного уровня. Но все равно периметр точным не будет. Но это почти такой же феномен, как и снежинка Коха. И над ним интересно бывает поразмыслить. На сегодня все. До встречи на следующем уроке. До встречи на следующем уроке.